А вы знали, что оригинальный памятник Петру, установленный, как гласит постамент в 1860 году, уже давно не существует? Во время оккупации города немцы вывезли его на переплавку. А вот этот вот бронзовый Петр, это копия. Он установлен по решению советского правительства в 1956 году. А вот постамент остался оригинальный, поэтому и надпись осталась. Да, история Воронежа настолько богата, что поначалу может даже пугать, но посмотрите, что мы здесь нашли. Загадочный QR-код. Открываем его, проходим по ссылке. И нам открываются городские легенды Воронежа. Целых 19 глав. И по некоторым самым интересным, на наш взгляд, местам мы, пожалуй, сегодня пройдемся. И первый артефакт, который мы обнаруживаем прямо напротив Петровского сквера, достаточно современен. Это граффити Яна Посадского, посвященное встрече с Ильного, Осипом Мандельштама с Анной Ахматовой. Именно после этой встречи родились строки, которые отражены на этой стене. А в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета. Именно здесь эта граффити появилась потому, что вот в этом доме, который вот чуть-чуть дальше по правую руку, останавливалась Анна Ахматова в том далеком 1936 году. Пустившись вниз по переулку Фабричному, обнаруживаем самый старый жилой дом Воронежа. Он успел побыть и усадьбой Горденина, и прибежищем для солдатских детей, и домом, в котором проживает арестантская полурота. Поэтому и получил народное название. Дом полуродка. Следующая тайна Воронежа располагается под землей. Сейчас мы находимся около площади детей и дома творчества детей и молодежи. А раньше здесь были подземелья и катакомбы. В послевоенные годы детишки активно лазали, изучали их и передавали друг другу легенды, одна другой страшнее. На деле все оказалось гораздо прозаичнее. Под землей располагался учебный пункт ПВО Советского Союза. К настоящему моменту все уже давно зарыли, закопали и разровняли. Какой город земли мог подарить миру сразу три Нобелевских лауреата? Конечно же Воронеж. Соль земли русской. Столица Черноземья всегда была богата на таланты. И вот здесь вот на аллее Нобелевских лауреатов есть три арт-объекта, каждый из которых посвящен одному нашему Нобелевскому земляку. Вот этот, например, Ивану Бунину, еще один за моей спиной Николаю Басову и спереди Павлу Черенкову. Это два наших знаменитых физика. Топаем, топаем, топаем и притопываем на пересечение студенческой Карла Маркса, где находится знаменитый дом-гармошка. Его построил в 1929 году, еще при раннем Сталине, наш знаменитый земляк, архитектор Николай Троицкий. Перед ним стояла задача на как можно более маленьком пространстве разместить как можно больше квартир, как можно больше жилья. И вот прошло уже много десятков лет, а до сих пор его решение считается самым удачным в столице Черноземья. Наверняка вы хоть раз задавались вопросом, что здесь делает эта рыбина. Входная группа в подвал украшена вот такой здоровенной белугой в память о великолепном полуторатонном улове. Полуторатонную белугу поймали очень давно на реке Тихая Сосна. И это еще одна маленькая легенда Воронежа. Пару слов стоит замолвить и о самой улице Карла Маркса. Вот мы прошли буквально несколько шагов и тут же наткнулись на памятник самому известному воронежскому немцу Вильгельму Столю. Это он организовал в Воронеже первый механический завод и первый кружок велосипедистов. И вот чем дальше идешь по Карла Маркса, тем больше понимаешь, что все здесь построено по принципу «одна прекраса следует за другой». Поэтому обязательно прогуляйтесь еще разок по этой прекрасной улице. Если бы мы подошли к этому зданию, скажем, 110 лет назад, мы бы оказались аккуратно в мужской гимназии. Но с 80-х годов 20 века его занимает настоящий дом сказок, театр кукол, за реконструкцией которого сейчас следит замиранием сердца весь город. Недавно, например, здесь реконструировали фонтан. На этом мы завершаем свой туристический путь, но вы можете в любой момент продолжить его вместо нас, после нас, за нас. Для интересующихся мы оставляем ссылочку на гид «Легенды Воронежа» в материале. «Легенды Воронежа»